Привет, меня зовут Василий Дикарёв, я депутат Якиманки. Сегодня я расскажу про то, что такое быть муниципальным депутатом в Москве и как наши мечты встретились с реальностью. Итак, мы избрались муниципальными депутатами района, взяв 9 из 10 мандатов в нашем небольшом по населению площади района Якиманка. Борьба была напряженной, но по счастливому стечению обстоятельств то ли самонадеянно, то ли отление Единая Россия в лице предыдущего состава Совета не оказала нам достойного сопротивления. За всю избирательную кампанию я видел всего лишь одну листовку «Голосуйте за команду Единая Россия», который моментально взял себя на память как раритет. Без особого ссору и спор мы выбрали главой Андрея Морева, капитана нашей пятерки из второго избирательного округа. Общее число избирателей в Якиманке примерно 14 тысяч, при населении 27 тысяч. Следует отметить, что на выборы пришло около 22% избирателей, что неплохой показатель для подобных выборов в Москве. То есть наша легитимность вполне обоснована. Я, кстати говоря, занял первое место не только в своем округе, но и во всем районе среди 71 кандидата, набрав в процентном соотношении 35,6% голосов. Решив принципиальные вопросы, мы углубились в знакомые нам, не понаслышке, как жителям проблемы района. Во-первых, мы выяснили, хотя вполне представляли себе это раньше, что бюджет района Якиманка, как, впрочем, и во всех остальных районах, чрезвычайно мал. На момент нашего избрания он был чуть более 13 миллионов рублей, что составляет около 0,05% от всех налогов, поступающих из района в бюджет Москвы. По сути, совершенно неправильно называть его бюджетом района. Это бюджет Совета депутатов и аппарата, львиная доля которого уходит на само содержание и функционирование Совета депутатов. Остатки, как правило, тратятся на праздники и помощь социально не обеспеченным жителям района. Настоящим же бюджетом района являются бюджеты, контролируемые управой района и составляющие сотни миллионов рублей. Надо сказать, что отношения с теперь уже бывшей главой управы Натальей Николаевной Романовой сразу не сложились. Видимо, чувствуя свою ответственность за право команды «Ядра» на выборах, она на первом же заседании Нового Совета сидела как на поминках и с трудом принесла лишь одну фразу — на вопрос Андрея Морева о порядке взаимодействия управы Советом депутатов, сказав о себе в третьем лице, что Наталья Николаевна обдумает этот вопрос. В дальнейшем взаимодействие с ней так и не наладилось. Наши советы и мнения она игнорировала от слова совсем, выделила один раз в неделю депутатский час, когда мы можем прийти к ней и изложить в ее шикарном кабинете за овальным столом из красного дерева наши идеи под зорким надзором Путина и Собенина, глядевших на нас из рамок на стенах. Все ее аргументы, почему то или иное нельзя сделать, сводились к известной фразе «все должно быть в рамках закона». Есть такая фраза, которую я очень люблю, потому что она ничего не значит. Я могу повторять ее день и ночь. Нужно всем научиться действовать в рамках закона. В рамках этого закона, как оказалось, полномочий у нас настолько мало, что по меткому выражению Константина Янкаускаса мы подобны английской королеве, которая может поощрять, предостерегать и советовать. На деле оказалось того меньше. Инициативы, которые согласно 484-му постановлению правительства Москвы могут вносить депутаты, требовали согласование Управы и, собственно, ее исполнение. За неполные три года нам удалось протащить только одну, сколько-нибудь значимую инициативу об установке в районе док-диспенсеров с разлагаемым пакетом для того, чтобы собачники могли убирать за своими питомцами. Причем пиарщики Управы писали в своих телеграм-каналах и соцсетях, что, мол, депутатам больше нечем заняться, кроме собачьих какашек. Основное уже благоустройство района так и осталось камнем преткновения между нами и Управой. Следует сказать, что Романову вскоре перевели в соседний район, замоскворечье. Не знаю, в награду или в наказание. А нам назначили новую главу Управы, Елену Макарову, мою ровесницу 1980 года рождения. Вначале она была с нами мила и играла в хорошего полицейского, но потом наши отношения испортились. Произошло это именно из-за благоустройства. Управа хотела продвинуть свой план и очень торопилась этим. Мы же хотели изучить проекты, обсудить их с жителями конкретных дворов и внести свои предложения и замечания. В итоге нам было сказано, что замечания наши долго согласовывают, что у них уже все расписано, жители согласны и мы можем проголосовать «да» или проголосовать «да». Такой подход нам решительно не понравился. И мы поставили условие, что поддержим несколько проектов, если будут учтены наши небольшие замечания. Самая крупная из них, к слову, касалась толщины резинового покрытия на детских площадках не два сантиметра, а пять, как того требовали норму безопасности для мафов. На очередном нашем заседании, кажется, это была весна 2018 года, Елена Макарова психанула. И когда стало ясно, что мы опять не утвердим предложенный ею перечень по благоустройству, выскочила из зала со словами «Стрелять таких депутатов как надо». Это запечатлено на камеру. «Что формально можно сделать? Вот это, вот это, вот это, вот это можно, и мы это сделаем. Это не уступки. Но то, что с Крымского 8 под полную стенку никто не уберет, потому что жители так не хотят, а Петров так хочет, но это неправильное решение, вы понимаете? Это неконструктивный диалог. О каком мы дальнейшем сотрудничестве и о каком мы сейчас в компромиссе с вами говорим? Это не компромисс, это ваше личное сейчас. Ваше личное. Я не хочу даже участвовать вообще. Цирк, это пафос какой-то, до свидания. Со мной больше не надо тогда. И на какие вообще уступки я вам не пойду? Никогда не сделаю. Я разговаривать даже с вами не хочу, понимаете? Это неконструктивный, это хрень какая-то. Цирк, шапит. Ответный удар не составился ждать. Следующим, сколько-то значимым решением Совета депутатов было утверждение НКО, занимающих муниципальные помещения в районе. На конкурсе разыгрывалось 8 помещений, самый крупный из которых 300 квадратных метров на улице Якиманка. На очередном совете мы устроили конкурс, где все заявившиеся НКО рассказывали о своей работе, и мы рейтинговым голосованием среди депутатов определяли победителя. Мало того, что мы же принимаем у населения не у Якиманки, к сожалению, у Якиманки вот сейчас мы хотим это сделать. За этот рейтинговский состав получают зарплату от Московского спорта. И также у нас международные судьи, то, что проходит в Москве марафоны, полумарафоны, мы их судьи. Понятно. То есть вы работаете на город, а на основном из-за этого получаете деньги? Да, а на Якиманку мы работаем здесь. Управа же предоставил нам списки с заранее расставленными баллами тому или иному НКО, на основе чего совершенно неизвестно. И по этим баллам победителям выходил каждый раз тот, кто занимал это помещение ранее. В результате, согласно нашему голосованию, четыре претендента сохранили за собой помещение, а в остальных четырех мы выбрали новых. И что же, Управа отказалась заключать со всеми кроме одного контракта. По условиям конкурса это необходимо. А один из проигравших вообще подал в суд на Совет депутатов за то, что проиграл. Типа мы не имели права игнорировать эти баллы и могли опять же утвердить предложенный список или утвердить. В общем и в этом аспекте деятельность Совета депутатов была превращена Управой в полнейший фарс. Отыгравшись на нас таким образом, Елена Макарова сменила гнев на милость и даже подарила нам подарки к новому 2019 году от Управы. На следующий год наши баталии, к сожалению, продолжились, что привело в конце года к тому, что мы были вынуждены вынести ей недоверие, которое также было моментально оспорено в суде. Судья Замоскварельского районного суда Нелли Рубцова постановила отменить решение Совета депутатов о недоверии, что явилось беспрецедентным на сегодняшний день судебным решением. Вот бы так все чиновники и губернаторы оспаривали в судах, когда их Путин за утрату доверия снимает. В общем, убедившись, что реальной власти у нас нет, каждый из нас выбрал некую стезю, в которой продолжил свою деятельность. Кто-то занялся плотно контролем за капремонтом, кто-то занялся экологическим проектом, как Брив Москву. Андрей Морев пытался выдвинуться в Мосгордуму, но, к сожалению, собрал лишь 3,5 тысячи из требуемых 4,5 тысяч подписей для регистрации. Впрочем, в виде какой беспредел происходил при их проверке, его наверняка зарубили бы, даже если бы он собрал 5 тысяч. Интересный факт, что у нас в Якиманке Морев собрал подписи больше, чем было отдано голосов за победившую на выборах Елену Шувалову. Так что вот такая вот легитимность у некоторых кандидатов МГД. Лично я занимался внедрением раздельного сбора отходов. Мы добились установки пяти новых корзин в районе, съездили на экскурсию на сортировочную линию нашего мусорного оператора Эколайн, провели праздник ЭКО-двор, который у права согласовал нам в лютый мороз 16 декабря. На другие даты, видите ли, все было занято. Распространяли агитматериалы и много еще чего делали. Кроме этого, большим нашим достижением является издание за счет бюджета Совета депутатов муниципальной газеты тиражом 10 тысяч экземпляров. Пишем мы сами или привлекаем экспертов депутатов других районов или жителей нашего района. Газета, по моему мнению, является глотком свободного воздуха в информационной повестке района. Так как мы поднимаем актуальные проблемы, пишем интересно с хорошими иллюстрациями, издается газет на хорошей бумаге и вообще является полной противоположностью желтым листкам Собянинской газеты Москва-Центр, которую также кидают бесплатно в ящики. Мы, конечно, занимаемся большой политикой. Почти на каждый совет мы выносим какое-нибудь политическое обращение. Как пример, это разные безумные законодательные акты Госдумы и правительства, дела мусорной мафии, преследования журналистов и политзаключенные и многое другое. Принимаем и неполитические запросы в разные департаменты мэрии, коммунальные службы и так далее. Как правило, нам присылается длинное объяснение, почему, например, вырубка деревьев, перекладка асфальта или аварийные работы на Донской улице происходит полностью согласно всем регламентам. А то, что получается плохо и жители недовольны, это не они виноваты, а законы у нас такие. Кстати говоря о законах. Люди действительно не понимают, что муниципальные депутаты не могут ни на что повлиять реально. В их картине меры мы наделены гораздо большими полномочиями, чем на самом деле. Когда рассказываешь им реальное положение дел, в ответ только возгласы удивления. А иногда фраза «А зачем же вы тогда нужны?». В общем встает философский вопрос из братьев Стругацких в понедельник начинается субботу «Нужны ли мы нам?». Чем действительно отличается муниципальный депутат от простого районного активиста? Ну да, есть возможность писать депзапросы, депписьма. Но и простые граждане не делены теми же правами обращаться в различные органы власти вплоть до президента. И у них есть преимущество того, что они никому ничего не должны, а мы как бы уже должны. Например, депутат не имеет права игнорировать обращения к ним, даже самые абсурдные. Если бы я, например, решил парализовать работу Совета депутатов, то, на мой взгляд, это проще пареные репы. Просто взять и завалить их какими-нибудь идиотскими запросами, наподобие DDoS-атаки в сети, когда сервер не в состоянии выполнить все запросы к нему. И, кстати, насчет «должны». Самое забавное, что так считают как раз не те люди, которые за нас голосовали, а наоборот. Регулярно к нам на совет, особенно если в поездке есть бенефис главы управы, приходят разные бабушки и тетушки из ее группы поддержки. Они орут на нас, оскорбляют под соусом, что мы вас избрали и вы теперь нам должны. Когда задаешь им прямой вопрос, за кого же они голосовали, то выясняется, что на эти выборы они или вовсе не ходили, или уж точно проголосовали не за нас. Удивительно, что у них вообще нет ни малейшего чувства уважения к тем людям, которые нас выбрали и чьи интересы мы, собственно, и призваны защищать. В этом позиция нашей депутатки от ядра выглядит как раз прагматично и последовательно. На наши с ее точки зрения сомнительные инициативы, как, например, цифровая демократия, она сразу же спросила, какие же бенефиции от реализации идеи получит именно ее электорат. Не готово, конечно, наше общество к представительной форме демократического управления. Совет депутатов воспринимается особенно пожилыми людьми, 55+, это самые активные избиратели, как некий вид соцслужбы района. Идея о том, что в районе живут другие группы населения, как то молодые мужчины, мамы с детьми, дети, подростки, и у них есть другие интересы, воспринимается слабо. Особенно интересно бывает, когда заходит спор между малым бизнесом, кафе, например, и каким-то скандальным жителем, который пытается это кафе закрыть. Мы, как депутаты, считаем нужным поддерживать бизнес в районе, но хозяева кафе, а тем более посетители, не всегда наши избиратели, а вот жители – да. Поэтому равновесие в подобных спорах естественным образом смещается в сторону жителя. А это не всегда правильно. Вообще существует множество противоречивых интересов в районе и разнонаправленных векторов. Автовладельцы желают бесплатных парковок и шлагбаумов во дворах. Жители элитных многоэтажек отгородиться забором. Собачники собачьих площадок. Мамы с детьми, экологии, детской инфраструктуры. Пожилые, тишины, покои. Часто эти интересы противоречат друг другу, и депутат должен встать на чью-то сторону. Тут есть два принципиальных подхода. Первый, назовем его демократический, это сделать некую выборку общественного мнения, и у кого будет большинство, на ту сторону встать. Второй, назовем его либерально-субъективный, это руководствоваться собственным мнением и ощущениями. При необходимости можно обратиться к эксперту. Лично мне ближе второй. Ну, например, наш глава любит первые частенько устраивать разные опросы общественного мнения в чатах и группах. Вообще, депутат, конечно, не должен терять связи с землей и народом. Как часто показывают европейских мэров и президентов, которые едут на работу на велосипеде и здороваются с людьми. Таким, на мой взгляд, в первую очередь должен быть муниципальный депутат. Я вот себя считаю правильным депутатом, так как живу почти всю жизнь в районе, хотя не могу сказать, что знаю его как свои пять пальцев. Как говорил Евгений Ройзман, мэром города должен быть человек, которого мама за ручку маленького по нему водила. Меня мама водила. И в завершение хочу сказать о большой политике. Есть такая поговорка «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Перефразирую ее, можно сказать «Плох тот муниципальный депутат, который не хочет стать мэром». Или президентом. Или на худой конец обычным депутатом. Мы избирались под метким лозунгом Максима Каца «От лавочек к новой России». И вот очень важно на этих лавочках не застрять. Я вот, например, увлекаюсь вопросами транспорта и экологии. Делал депзапросы, чтобы нам попустили по маршруту М1 электробус с динамической подзарядкой. Это такой гибрид электробуса и троллейбуса. Он может ехать и под проводами, и как обычный электробус. Исследовал качество воды из-под крана в районе. И многое другое еще делал. Конечно, жители относятся к нашей политической борьбе весьма скептически. Агитацию яблочную во время различных кампаний обрывают. Часто говорят, что мы, мол, только пиаримся, а не хотим делом заняться. Проблема состоит в том, что именно этот низший уровень представительной власти люди воспринимают как обслуживающий персонал. Мы их выбрали, чтобы они решали наши локальные проблемы. Но мало кто, наверное, согласится всю жизнь влазить по подвалам, принимая капремонты. Или испытывать кайф от того, что удалось установить новую мусорную уровню во дворе. Во всяком случае, не за те небольшие деньги, которые получают мундепы в качестве ежеквартальной компенсации за отдельные полномочия, переданные им городом. Разрыв между большой и малой политикой порождает те тупиковые ситуации, в которые попадают мундепы. По сути, местного самоуправления в Москве нет. Это декорация. Но если мы научимся видеть связь между выборами в Госдуму и перекладкой асфальта во дворе, возможно, наше общество сможет сдвинуться с мертвой точки и встать на путь настоящей демократии и самоуправления. Я надеюсь, что моя дочь будет жить именно в такой стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова